Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск сегодня» за режиссёрским пультом Марии Новгородова и Михаила Эверстов и микрофоном ведущей Сарглана Антонова. Сегодня у нас очередной выпуск просветительского проекта «Доступное право», созданного по инициативе прокуратуры Республики Саха Якутия в целях правового просвещения и правового информирования населения. Сегодня наша передача адресована лицам, отбывшим наказание, в том числе освободившимся из мест лишения свободы, а также и близким, родственникам и знакомым, и посвящена вопросу профилактики совершения повторных преступлений. Как помочь тем, кто побывал за решёткой? Что следует знать бывшим осуждённым? Как оградить себя от уголовных деяний? Итак, сегодня мы говорим на тему, как избежать совершения повторного преступления. Настало время представить гостей нашей студии. Это старший помощник прокурора Республики по правовому обеспечению, старший советник юстиции Ирина Геннадьевна Машкова. Добрый день. Здравствуйте. И заместитель министра по делам предпринимательства, торговли и туризма нашей Республики Максим Геннадьевич Карбышев. Здравствуйте. Здравствуйте. Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефонной нашей студии 32 00 66 32 11 66. Итак, мы начинаем наш разговор. И первый вопрос я хотела бы адресовать Ирине Геннадьевне. Почему вот сегодня мы говорим на тему профилактики повторной преступности? Почему эта тема стала такой актуальной? Дело в том, что с одной стороны на протяжении последних 7 лет уровень преступности в республике остается самым низким по сравнению с другими регионами Дальневосточного федерального округа. Но в то же время достаточно высокий уровень преступности у нас имеет в случае совершения повторных преступлений. Удельный вес таких преступлений на протяжении последних 6 лет не снижался ниже 52%, а порой достигал 55%. То есть ежегодно больше 4000 людей, ранее судимых, точнее ранее совершавших преступления, повторно совершают преступления. Половина из них, даже больше половины из них, как показывают анализы, совершают эти преступления в состоянии алкогольного опьянения, что также имеет важное значение. При этом на протяжении последних 10 лет республика находится в первой десятке регионов по уровню алкогольной преступности. Поэтому эти вопросы очень актуальны, и мы не можем не обращать на них внимания. В чем же причина такого положения дел? Дело в том, что если посмотреть на уровень преступности с другой стороны, то мы также увидим, что очень высокий уровень, больше половины преступлений совершается лицами, не имеющими постоянного источника дохода. Это анализ одного из последних шести лет показал, что свыше 72% лиц, совершивших преступления, имевших ранее криминальный опыт, совершили эти преступления, будучи не имевшими постоянного источника дохода. Говоря простыми словами, речь идет о том, что у них не было работы, не было дохода, не было заработной платы какой-то, и это, видимо, вынуждает их на совершение новых преступлений. Мы неоднократно ранее говорили о мерах государственной поддержки предпринимательства, бизнеса, но сегодня мы никогда не связывали эту тему именно с этой категорией граждан. А среди них есть, так скажем, не только тунеядцы, не желающие работать, есть, наоборот, люди, которые хотят работать, хотят иметь благополучную жизнь, которые за время отбывания наказания исправились и желают жить в соответствии с законом, при этом иметь материальное благополучие, достойную жизнь и так далее. И поэтому, значит, как выход из этой ситуации мы хотели бы предложить этим гражданам обратить внимание на иные формы занятости. То есть не секрет, что при освобождении из мест лишения свободы по результатам отбывания иного наказания, они пытаются трудоустроиться, и это получается у них плохо. Потому что даже по сведениям органов занятости удается трудоустроить не больше 35% лиц, которые ранее судимые, обратились в органы занятости. Ну а все почему? Потому что, несмотря на то, что у нас действует закон о квотировании в республике, видимо, причина именно в судимости. То есть работодатель не желает брать на работу ранее судимых лиц. Поэтому нам бы хотелось обратить внимание вот этих граждан на то, что занятость в наше время может быть не обязательно по найму. Занятость может быть в иных формах, а именно может быть самозанятость и может быть предпринимательская деятельность. И в настоящее время, в наше время, такой уровень льгот и гарантий, государственной поддержки есть в этой сфере, как никогда. И если у этих людей есть сомнения в том, что это не для них, что они не смогут или не справятся, то мы хотели бы развеять эти сомнения. Это для них, и они могут, они справятся. Это профессиональное мнение психологов о том, что это заблуждение граждан, которые думают о том, что они не смогут и не справятся. Поэтому мы хотели бы сегодня поговорить на эту тему, осветить как можно больше, какие есть меры господдержки, какие есть возможности, как заняться предпринимательской деятельностью или самозанятостью. Ну и параллельно хотелось бы осветить те социальные гарантии, которые у них есть, помимо, так скажем, предпринимательства. Что важно знать гражданам, которые ищут работу, да, и как можно себе обеспечить постоянный источник дохода, какие пути есть для этого? Да, ну как вот я уже сказала, во-первых, конечно, все-таки занятость по найму, да, ее совсем нельзя списывать со счетов, да. Конечно, это первое, что нужно сделать человеку, который освободился из мест лишения свободы или отбыл наказание, да, ему, конечно, он приходит, у него нет постоянной работы, соответственно, у него нет средств для жизни, да. Первым делом, что ему нужно сделать, нужно обратиться в органы занятости, да, помимо того, что там подберут, ну, попытаются подобрать вакансии соответствующие, да, это еще и возможность получить пособие по безработице, то есть какой-то получить источник дохода первоначальный, да, а в последующем, конечно, там есть возможность и профессионального обучения, и в том числе обучение основам предпринимательской деятельности, да, и, соответственно, есть ряд иных мер поддержки, которые оказывают именно там. Кроме того, там есть, например, психологическая помощь, профессиональная ориентация, да, всеми этими возможностями нужно пользоваться в обязательном порядке. Но если по какой-то причине все-таки не получается, да, трудоустроиться по найму или это не совсем по духу этому человеку, да, нужно, конечно же, вспомнить о тех профессиональных навыках, которые есть у человека, о специальностях, да, и рассмотреть возможность осуществлять вот эту деятельность на профессиональной основе в форме самозанятости, либо уже предпринимательской деятельности. Вот вы сказали самозанятости. Давайте немножко подробнее, что ли, объясним, да, что это за понятие. Что оно в себя включает? Еще немножечко вернусь к предыдущему вопросу. Скажу, что, конечно, помимо центров занятости, большое количество информации о вакансиях, оно есть сейчас на интернет-сайтах. Даже больше, да, все ушло в цифровизацию, и огромное количество сайтов, такие как Headhunter, Работа.ру, Superjob, Зарплата, Ворки, Фрилансер и так далее, да, вот именно там огромное количество вакансий, и обязательно, конечно, эту возможность нужно использовать. Я понимаю, что у нашей целевой аудитории наверняка на первоначальном этапе есть сложности с доступом в интернет и так далее, но есть родственники, близкие, знакомые, да, к которым можно обратиться с такой просьбой помочь в поисках работы, потому что, конечно, от этого действительно зависит судьба и будущее. Кроме того, еще здесь мне хотелось бы обратить внимание на такой момент, что при поиске работы очень важно не, значит, остерегаться такого рода объявлений, да, которые предлагают высокооплачиваемую работу, значит, при свободном рабочем графике, да. Очень внимательно нужно относиться к таким объявлениям, потому что за ними могут скрываться предложения, значит, по совершению преступлений в виде закладки наркотических средств, да, и человек, попадая в эту среду, естественно, становится соучастником преступлений, да, снова несет уголовную ответственность. Есть заблуждение такое, что это теневая, латентная преступность. На самом деле это не так. Все, конечно, нашим правоохранительным органам известно, таких людей ведут, их задерживают, и они снова... А наказание за эти категории преступлений очень строжайшее. Очень строжайшее при крупных, значит, закладках, там, до 20 лет лишения свободы. Поэтому хотелось бы предостеречь. И возвращаясь к вопросу, значит, самозанятости, да. Самозанятость — это такая форма занятости, при которой человек осуществляет какую-то профессиональную деятельность по той профессии и по тем навыкам, которые у него есть, да, и с дохода, полученного от этой деятельности, он платит специальный налог на профессиональный доход, так называемый НПД. Этот налог составляет всего 4% с поступлений от физических лиц и 6% с поступлений от юридических лиц. То есть мы видим, да, что это даже не 13% никакого подохода налога. Это вообще очень мизерные выплаты. И при этом преимущество данной формы занятости заключается в том, что у людей появляется подтвержденный доход, у них появляется возможность брать кредиты в банках, да. У них, они могут не бояться налоговых проверок, что их привлекут к ответственности за неуплату налогов, да. Им доступны различные льготы, займы, значит, в государственных микрофинансовых организациях, меры государственной поддержки, да, консультации по вопросам кредитования, налоговложения, бухучета и так далее, в офисах «Мой бизнес» в том числе, да. Есть шанс найти новых клиентов, поскольку деятельность открыта, да. То есть все это очень позитивно сказывается на развитии их вот этой деятельности, да. Кроме того, значит, условием является, что у этого лица нет наемных сотрудников, то есть он работает один. Ну, для начала этой деятельности это очень хорошо и, в общем-то, и удобно, да. И второе условие, что профессиональный доход за год не превышает 2 миллиона 400 тысяч рублей. В качестве самозанятых могут оформиться большое количество специальностей, это репетиторы, няни, дизайнеры, слесари, сантехники и так далее, да. А также такие, например, сферы, как сфера образования, спорта, значит, развлечения, благоустройства, ремонт, сборка, изготовление, информационные и прочие услуги. И даже арендодатели жилой недвижимости могут оформиться в качестве самозанятых. Важно отметить, кто не может быть самозанятым, да, не могут быть продавцы несобственных товаров. То есть, если человек продает какие-то чужие товары, он уже самозанятым оформится, только свое производство, да, то есть то, что он изготавливает сам, либо оказывает работы какие-то сам, либо оказывает какие-то услуги сам, да. Также они могут быть самозанятыми, ну, определенной категорией, которые на сегодняшний день нашей целевой аудиторией не являются, да. И, значит, последнее, что хотелось бы здесь сказать, что самозанятый не обязан заниматься только своим основным делом. То есть он параллельно может работать по найму. И статус самозанятости получить очень легко. Достаточно скачать приложение через интернет-ресурсы. Хорошо, дорогие друзья, сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. А я напомню, что сегодня в эфире очередной выпуск проекта «Доступное право», который у нас выходит по инициативе прокуратуры республики. Показания за совершение преступления человек оказывается перед выбором. Вернуться к прежней криминальной жизни, либо преодолеть трудности и стать успешным человеком. Общественные организации «Линия жизни», «Алмаз» и социально-реабилитационный центр «Тирех» помогут с питанием, жильем, документами и работой на первое время. Оказать психологическую помощь готов Центр социально-психологической поддержки семьи и молодежи. Малообеспеченные имеют право на бесплатную юридическую помощь в офисах МФЦ и у адвокатов. В Управлении социальной защиты можно заключить социальный контракт. В Центре занятости получить пособие по безработице, работу, либо переобучение и новую профессию. Посетите комиссию по ресоциализации администрации района. Получите информацию о неохваченных нишах в бизнесе. Пройдите обучение основам предпринимательской деятельности в Центре занятости или офисе «Мой бизнес». Узнайте, как начать свое дело, какие есть льготы и гарантии. Получите грант, микрозайм и откройте свое дело. Движение к цели – залог успеха. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. И сегодня, я напомню, у нас очередной выпуск проекта «Доступное право», который создан по инициативе прокуратуры нашей республики. И сегодня мы говорим о вопросах профилактики совершения повторных преступлений. Что следует знать тем, кто оступился? Как оградить себя от уголовных деяний? Напоминаю, что наша программа выходит одновременно на телевизионном радиоканале НВК «Саха». Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии – 32 00 66, 32 11 66. Ну что же, а следующий вопрос я хотела бы адресовать Максиму Геннадьевичу. Вот чем предпринимательская деятельность отличается от самозанятости? Ну, на самом деле, предпринимательская деятельность, она связана с целью получения определенного дохода, да, в соответствии с нашим гражданским законодательством. Самозанятость же – это одно из направлений предпринимательской деятельности. То есть, как коллега сказала, вот самозанятые не могут иметь наемных сотрудников, у них есть ограничения по видам деятельности и по максимальному годовому объему доходов. В основном, это та же предпринимательская деятельность. Также плюсы в том, что начать процесс самозанятости намного проще, нежели зарегистрироваться как тот же индивидуальный предприниматель. Ну, давайте немножко поясним этот вопрос, да. Что необходимо для того, чтобы начать предпринимательскую деятельность? То есть, юридически необходимо зарегистрироваться, выбрать соответствующую организационно-правовую форму. То есть, это либо создание юридического лица в форме, к примеру, общества с ограниченной ответственностью, либо создание индивидуального предпринимателя без образования юридического лица. Традиционно у нас, конечно, больше индивидуальных предпринимателей. Это проще, и законодатель это позволяет. Для того, чтобы зарегистрироваться индивидуальным предпринимателем, есть несколько механизмов. Во-первых, можно обратиться в Федеральную налоговую службу по месту жительства человека, подать соответствующее заявление, и в течение пяти рабочих дней вас зарегистрируют в качестве индивидуального предпринимателя. Также зарегистрироваться индивидуальным предпринимателем можно, обратившись в центр «Мой бизнес», либо в центр «Мои документы». От вас также примут заявление и оформят все необходимые документы уже за вас. Если же вы выбрали режим «Самозанятого», это сделать еще намного проще. Достаточно через мобильный телефон скачать приложение «Мой налог», автоматически туда внести несколько реквизитов персональных данных. Это ваше фамилия, имя, отчество, ваши контактные данные. Выбрать вид деятельности, которым вы хотите заниматься. И уже у вас сразу же открывается вам личный кабинет, и вы уже можете заниматься предпринимательской деятельностью в виде «Самозанятого». Хорошо, Максим Геннадьевич. А вот как начинающему предпринимателю можно определиться с видом деятельности? Какие-то у нас есть неохваченные виды бизнеса, может быть? Или где можно будет получить дополнительную информацию по данному вопросу? Здесь, в первую очередь, конечно же, необходимо выбрать ту идею, чем вы хотите заниматься. И это зависит от многого, от многих факторов. В первую очередь, от того, что вы, в принципе, умеете делать. Если я, к примеру, имею навыки работы с сантехникой, я когда-то работал, к примеру, с наемным сантехником, либо я сварщик, либо я водитель, и могу применить свои навыки профессиональные уже на предпринимательском поприще. Я могу зарегистрироваться самозанятым и оказывать эти услуги. То есть можно пойти из этих соображений того, что умеешь. Либо пройти соответствующие курсы повышения квалификации, либо переподготовки по линии того же центра «Мой бизнес», либо центра занятости населения «Моя работа», где вам помогут получить нужную, востребованную, к примеру, специальность. Ну и, безусловно, нужно изучить рынок. То есть ваш продукт, ваша услуга должна в дальнейшем будет же продана в конечном итоге, соответственно, должен быть покупатель этой услуги. Посмотреть вообще, насколько развит рынок аналогичных видов услуг. Посмотреть, насколько спрос есть, какие есть ваши конкурентные преимущества. Может, вы умеете это, чего ваши конкуренты не имеют. Посмотреть, какие есть рядом конкуренты. То есть если вы хотите открыть какую-то мастерскую по ремонту обуви, либо по ремонту и пошиву одежды, что есть рядом. Может быть, возле соседнего дома есть аналогичная точка, где это уже делают. То есть вам в этом месте бизнес уже вести нецелесообразно. То есть факторов, влияющих на принятие решения, очень много. Ну и, конечно же, можно обратиться в наши институты развития предпринимательства, в тот же центр «Мой бизнес», где вам посоветуют именно, чем можно заняться. Опять же, побеседовав с вами, поймут ваши профессиональные способности, навыки, желания, возможность оказать вам поддержку. И я думаю, что совместными усилиями то направление, ту предпринимательскую идею можно будет совместно реализовать. Но все же, я думаю, что есть небольшие психологические преграды у людей, которые освободились из мест лишения свободы. И вообще, как им понять, насколько это будет рентабельно? У них бывают сомнения? Ну, здесь важно, опять же, может быть, составить тот же бизнес-план. Бизнес-план является таким очень ценным документом на самом деле. Многие предприниматели его недооценивают и считают, что бизнес-план нужен только для того, чтобы получить какую-то государственную поддержку. Нет. Бизнес-план – это рабочий документ, ежедневный документ, которым предприниматель должен пользоваться. И как раз наш центр «Мой бизнес» помогает предпринимателям, потенциальным начинающим подготовить необходимую технику, экономическое обоснование, либо бизнес-план для того, чтобы понимать, вообще, вот, рынок будет потреблять вашу продукцию, услугу. Примерно какой уровень цен, это тоже надо изучать, посмотреть вообще, ваши затраты будут соответствовать тому ценовому предложению. Может быть, ваша услуга намного дороже, да, и поэтому вы сразу же не сможете выйти на рынок и обеспечить рентабельность своего проекта. Наоборот, можете уйти в убытки. То есть, вот, здесь необходимо именно на начальном этапе очень хорошо все проанализировать, воспользоваться помощью, ну, может быть, экономистов, специалистов в сфере предпринимательской деятельности, может быть, даже просто посоветоваться с теми же действующими предпринимателями, друзьями, коллегами, которые этот бизнес ведут. Они всегда с удовольствием делятся опытом для того, чтобы, ну, вот, не допустить каких-то ошибок, а они на начальном этапе всегда бывают. А возможно ли от бывшего наказаниям где-то пройти обучение основам предпринимательской деятельности? Да, такие курсы есть. Вот, как мы говорили, это по линии центра занятости есть такие курсы, но они больше ориентированы именно на тех людей, которые уже состоят на учете как безработные граждане, либо могут пройти очное, либо онлайн обучение у нас в центре «Мой бизнес». Для этого достаточно зайти на портал малого и среднего предпринимательства «Мой бизнес 14.рф» либо портал «Б14.ру». Там есть у нас все курсы образовательные, и в том числе у нас даже есть специальный курс для «Как начать свой бизнес, если у вас есть судимость». Специально мы такой курс разработали, и вот в октябре месяце такое обучение тоже будет. То есть традиционно они, как правило, в онлайн формате проходят, поэтому нет как такового четкого расписания. Достаточно пройти регистрацию, заявиться, что вы хотите получить такое обучение, пройти такое обучение. Вам дадут соответствующий доступ, и вы просмотрите, прослушаете и проучитесь этот курс. А можно у меня вопрос. А если вот нет доступа к онлайн формату, есть возможность как-то? Ну, в очном формате мы такие курсы тоже проводим. Опять же, необходимо обратиться в центр «Мой бизнес». Периодически очные группы набираются, и такое обучение проводится. Если нет возможности отслеживать постоянно, можно обратиться на телефон горячей линии 8 800 100 58 80. Это бесплатный звонок. И специалисты центра «Мой бизнес» вам либо порекомендуют ближайшую дату проведения образовательного семинара, либо запишут вас и будут учитывать при подготовке очередных мероприятий. Хорошо. Ирина Геннадьевна, а какими мерами социальной поддержки могут пользоваться лица от бывшей наказания? Да, значит, о них очень важно сказать не потому, что это источник дохода, а потому что люди, когда освобождаются из места лишения свободы, они действительно оказываются в ситуации, когда у них еще нет работы, у них еще нет дохода, им что-то нужно делать, на что-то нужно жить. И вот это вот в первоначальный этап очень важно знать, действительно, какие есть меры социальной поддержки. Дело в том, что, находясь в такой ситуации, люди подпадают под статус малообеспеченных, малоимущих, потому что их доход ниже прожиточного минимума. И, соответственно, все льготы и гарантии, которые существуют для малоимущих, они распространяются и в том числе и на лиц от бывших наказаний. И, в частности, если человек находится в ситуации, когда у него отсутствует определенное место жительства или отсутствует работа и средства к существованию, или имеет место внутрисемейный конфликт с лицами, когда в семье имеются лица наркотической зависимостью, или с психическими расстройствами и так далее, пристрастие к азартным играм, то это обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности человека. И при таких обстоятельствах, в соответствии с статьей 15 Федерального закона об основах социального обслуживания граждан Российской Федерации, граждане признаются нуждающимися в социальном обслуживании. И это дает им право на получение материальной помощи в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации. И такие льготы, как субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Есть целый ряд государственных пособий для семей с детьми. Я их не буду перечислять, потому что это уже женщины и дети в основном. И самое важное здесь сказать, что это дает право на государственный социальный контракт. Вот это еще одна возможность, которая как раз для нашей целевой аудитории очень важна. Хорошо. Вот о социальном контракте подробнее мы поговорим в следующей части нашей программы. Дорогие друзья, сейчас мы вновь прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. А я напоминаю, что сегодня у нас очередной выпуск просветительского проекта «Доступное право», который создан по инцитиве прокуратуры нашей республики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова За пять месяцев 2021 года в отношении должников, уклоняющихся от исполнения элементных обязательств на содержание несовершеннолетних детей, возбуждено 349 дел об административных правонарушениях. За злостное уклонение от отбывания исправительных работ в места лишения свободы направлены 25 должников. Не разрушай свое будущее. Не лишай ребенка детства. Заплати элементы. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Сегодня у нас очередной выпуск просветительского проекта «Доступное право», созданного по инцитиве прокуратуры нашей республики. И мы говорим о вопросах профилактики совершения повторных преступлений. Что следует знать тем, кто оступился? Как не совершить еще одну ошибку? Напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Ирина Геннадьевна, мы начинали говорить о социальном контракте. Давайте продолжим. Что такое все-таки социальный контракт, это понятие, и кто им может воспользоваться? Социальный контракт — это очень хорошая возможность для того, чтобы организовать свою благополучную жизнь. Целью социального контракта является повышение качества жизни малоимущих граждан за счет их собственных активных действий по получению постоянных самостоятельных источников дохода в денежной форме, позволяющих преодолеть трудную жизненную ситуацию и улучшить материальное положение. Предоставляется социальный контракт как раз таким малоимущим гражданам, как семье, так и одинокопроживающим гражданам, у которых по независящим от них причинам средний душевой доход ниже величины прожиточного минимума. Социальный контракт предоставляется не просто так, а на определенные направления. Например, может быть на поиск работы или на осуществление как раз таки индивидуальной предпринимательской деятельности, или на ведение личного подсобного хозяйства, на осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации гражданина, на поддержку граждан, потерявших работу, начиная с 1 марта 2022 года. Специфика является то, что к социальному контракту прилагается программа социальной адаптации, которая предусматривает перечень тех активных действий, которые гражданин должен проводить, которые позволят ему выйти из этой трудной жизненной ситуации. И по этому социальному контракту предоставляются выплаты, например, для осуществления предпринимательской деятельности до 350 тысяч рублей, на ведение личного подсобного хозяйства до 250 тысяч рублей. В иных случаях там идут выплаты в виде пособий ежемесячных на определенный срок. Социальный контракт заключается от 6 до 12 месяцев, в каких-то случаях он может продляться. И еще раз хотелось бы сказать, что это очень хорошая возможность, в том числе для того, чтобы начать заниматься самозанятостью или предпринимательской деятельностью. Я бы хотел тоже добавить, в части социального контракта все-таки это очень хороший механизм вовлечения в предпринимательскую деятельность. К примеру, по итогам прошлого года порядка тысячи новых предпринимателей именно появилось за счет средств социального контракта. И вот здесь мы активно сотрудничаем с нашим Министерством труда и социального развития и постараемся оказать комплексную услугу тем гражданам, которые претендуют на получение соцконтракта. То есть мы, по сути, их берем под свое сопровождение, необходимость дополнительного обучения, либо сопровождение их бизнес-проекта и возможности дополнительного привлечения средств за счет других источников для развития их бизнеса. То есть вот этот механизм последние два года дает самые лучшие результаты с точки зрения вовлечения граждан в предпринимательскую деятельность. Хорошо. Максим Геннадьевич, а есть ли у начинающих предпринимателей возможность получить первоначальный капитал? Какие гранты, микрозаймы им доступны на сегодня? Ну вот об одном из механизмов привлечения мы уже поговорили. Это как раз средства социального гранта. Кроме того, по линии Министерства Госкомитета занятости есть у нас безработным гражданам также выплаты, гранты на открытие собственного дела. Это тоже не исключается. Ну и третье по линии нашего министерства – это заемные средства, льготные заемные средства по линии нашего фонда развития предпринимательства. Фонд выдает займы в объеме до 5 миллионов рублей на реализацию тех либо иных предпринимательских идей. У нас нет ограничений по срокам деятельности. То есть предприниматель может сегодня зарегистрироваться и сегодня уже подать заявку в фонд развития предпринимательства. Ставки по льготным займам низкие. Они от 6 до 8% годовых с минимальным требованием по обеспечению. То есть это не как банковские кредиты. Получить заем в фонде намного проще. Кроме того, у нас есть отдельные продукты по линии фонда и для самозанятых граждан. Там у нас поменьше и суммы займов до 3 миллионов рублей. Но и намного проще сами условия. Еще ниже процентная ставка, еще меньше требований по обеспечению этого займа. Какие льготы, например, гарантии и меры государственной поддержки имеются у начинающих предпринимателей? На самом деле все предприниматели, в том числе и начинающие, могут воспользоваться большим количеством механизмов государственной поддержки. Это у нас информационная, консультационная, образовательная, имущественная и финансовая поддержка. В целом 5 видов поддержки предполагается в соответствии с федеральным законодательством. В рамках каждого из этого вида есть множество продуктов, которые мы оказываем. То есть у нас есть свой портал малого и среднего предпринимательства, где размещена вся информация о бизнесе, как его начать, как его вести, какие есть подводные камни и так далее. Есть образовательные продукты, о которых я говорил. Есть телефон горячей линии, где в любой момент можно проконсультироваться по любым вопросам ведения предпринимательской деятельности. Финансовые механизмы через фонд развития предпринимательства. Есть механизмы прямой финансовой поддержки в виде грантов для социальных предпринимателей. В этом году заработал новый механизм. Это гранты для молодых предпринимателей, возраст которых до 25 лет. Сумма гранта здесь до 500 тысяч рублей, а для предпринимателей, ведущих деятельность в арктических территориях нашей республики, до 1 миллиона рублей. Это механизм в рамках национального проекта реализуется. Ну и также механизмы субсидирования, то есть возмещения помощи предпринимателям в возмещении фактически понесенных затрат. Кроме того, имущественная поддержка для начинающих предпринимателей. Это сеть бизнес-инкубаторов, которая работает у нас на территории республики. Их у нас 17 единиц. Именно они оказывают поддержку имущественную и комплексную всю остальную для начинающих предпринимателей и самозанятых граждан. Ну и для тех, кто ищет имущество какое-то, где вести свой бизнес, можно обратиться к реестру государственного и муниципального имущества, который сдается на льготной основе. Этот реестр размещен у нас на портале малого и среднего предпринимательства, можно его посмотреть. Кроме того, каждый муниципалитет создает свой перечень имущественный. Можно обратиться в администрацию муниципального образования, где вам предложат всевозможные варианты по аренде того-либо иного имущества. Там не только недвижимое имущество, там и земельные участки, там и движимое имущество и так далее. То есть главное проявлять инициативу. Государством созданы все условия для того, чтобы поддержать как начинающих, так и действующих предпринимателей. Главное преодолеть, наверное, психологические барьеры, не бояться. Безусловно. А какой совет вы можете дать, какой налоговый режим выбрать начинающему предпринимателю? Ну, как правило, начинающие предприниматели выбирают специальные налоговые режимы, налоговое законодательство их так обзывает. Это все-таки упрощенная система налогообложения, либо патентная система налогообложения, либо единый налог на профессиональный доход. Вот основные виды налогообложения, которые предприниматель выбирает в зависимости от того, чем он хочет заниматься. К примеру, по патентам есть определенные виды деятельности. Для определенных видов деятельности он очень выгодный и удобный. Для самозанятых самый выгодный режим налогообложения, но есть свои ограничения, как мы говорили, по виду деятельности, по объему, по наличию рабочих мест. Упрощенная система налогообложения, опять же, важно выбрать, какую из них. Это с доходов, либо доходы минус расходы. Те предприниматели, у которых есть сложности с введением бухгалтерского учета, то есть учета своих расходов, как правило, они выбирают упрощенную систему налогообложения в виде доходов. Но ставки сейчас самые привлекательные. По упрощенке 1% с доходов, 5% доход минус расход. То есть это самые низкие ставки, которые могут быть в рамках налогового законодательства. — Ирина Геннадьевна, у нас остается чуть больше минуты. Что еще важно знать гражданам нашей целевой аудитории, чтобы не совершить повторного преступления? — Очень важно, если по выходу из мест лишения свободы нарушены какие-то жилищные права, то есть человек вернулся, а жилья нет, очень важно заниматься восстановлением своих жилищных прав. Важно знать, что у малоимущих есть право на получение жилья, на праве социального найма, муниципального жилья. — Помочь в этом призвана целая система бесплатной юридической помощи. Дело в том, что малоимущие граждане — это как раз та категория, одна из категорий, которая имеет право на бесплатную юридическую помощь. Эту бесплатную юридическую помощь оказывают адвокатские сообщества, МФЦ, есть при СВФУ юридическая клиника, при Якутском экономико-правом институте есть юридическая клиника. Кроме того, они оказывают услуги по определенному перечню, в определенных случаях, но тем не менее такая возможность обратиться туда есть. Очень важно знать, что есть возможность психологической помощи. В республике существует центр социально-психологической помощи семьи и молодежи. Если нет возможности обратиться непосредственно в центр, то 8 800 135 50. — Хорошо. Я благодарю вас за актуальную и очень интересную информацию, дорогие друзья. Это была программа «Якутск. Сегодня». Ее подготовила и провела редактор Серглана Антонова. Всего вам самого доброго и до свидания.